доброе утро страна солнце светит птички поют проснулся сегодня пол пятого телефонного звонка больше не спал на ночь выпил еще таблетку мелатонина это такая штука которая вырабатывается твоем организме когда человек спит и когда у тебя происходит смена часовых поясов ну либо просто какие-то тяжелые периоды что тебе надо выспаться можно пить такую таблетку мелатонина это организм поможет быстрее выспаться то есть это не лекарство это ну короче в какой-то степени лекарства но в любом случае это не вредно тем более я пью это не каждый день а вообще первый раз жизни это просто попросили купить его вот и я заодно и сам попробовал еще сейчас это на завтрак вот мой отель для тех кто вчера не видел вот здесь вот посмотрите сейчас иду на завтрак покажу вам чё на завтрак дает в америке завтрак у нас не особо большой только булки сладкие ладно короче лучше съем чем другое для тех кто не знает хочу рассказать вам чем отличается отель от мотели вы знаете вот сейчас я живу в мотеле самый дешевый мотель есть отели которые на первый взгляд вообще ничего не отличается от этого мотеля и мотели также есть классовость у них также есть хорошие крутые мотели также есть дешевые отели которые паршивые объясняю смотрите видите номера 208 207 вот здесь номера так вот мотель это когда выход из номера у тебя идет сразу на улицу вот как здесь отель это когда выход из номера у тебя в коридор все больше никакой разницы если ты выходишь из номера на улицу значит и живешь в отеле если живешь из номера в коридор значит ты живешь в отеле все больше ничего нет все остальное домыслы можете больше ничего не придумать у меня в отеле перестала работать интернет на телефоне мне нужен был именно телефон поэтому я пришел во вчерашний день вот такой вот завтрак называется санта фе скелет здесь короче мясо картошка сверху яичница все это на сковороде это очень вкусно часа быстренько позавтракаем и поедем с вами в магазин электроники best buy всякие штуки и тут продаются крутые я люблю без бывает на самом деле самый большой магазин электроники в америке но типа как нашего им видео там и что-то подобное так мне надо знать и что 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 я хочу купить мобильный роутер в машину чтобы все в проекте могли пользоваться интернетом и не покупать на всякие симки все такое так вот sd карту сейчас я возьму для gopro и сейчас еще аккумулятор новый так но всякая такая лабуда у меня есть мы все время пишите что у меня звук плохой там руки трясутся я накупил всякой лабуды теперь на 200 баксов сейчас будем тестировать как это все работает так что не ругайтесь уже все нормально будет так вот рации рации нужны для общения между машинами либо если мы разделяемся на группы вот еще новое слово камерах панорамная камера 360 градусов ночи она снимает прикольно но телефон и iphone и вам показывать не буду они в принципе везде одинаково стоит плюс-минус но на 5000 подороже в россии вот ноуты макбуки сок у нас стоит такой macbook pro retina с hd за 1100 баксов вот это прям мой как у меня такой же ретина дисплей 13 дюймов мне больше не нравится потому что мне его возить с собой не удобно все время его с собой вожу и hd жесткий диск hd вообще крутая тема копирует все работа вообще просто быстро очень быстро и кстати я раньше хотел себе купить air ну что он видите вот такой вот тоненький вот но сейчас вот macbook pro купил себе он найти не намного толще так что но производительные гораздо так что я взялся про что air совсем маленький вот не всегда нравилась система умный дом вот такая вот тема видите розетки которые можете свет которую можете включать выключать через телефон так вот ты взял включил розетку и пошел одна розетка кончик одна розетка стоит 50 баксов он без лампочки такие же есть взял просто онлайн включил себе или выключил свет и сам включен у тебя в квартире прикольная тема ну короче ребят тут можно хоть очень долго и пока там очень много скажу одно что техника у них немножко другая потому что не другая специфика у них и другой рынок техника отличается поэтому сильно отличаются цены но такое же здесь только наверное телевизоры ноутбуки они такие же а всякие например холодильники но у них у всех практически двухстворчатые холодильники у них у всех практически вот такие вот микроволновки то есть у них полно всяких брендов которых у нас нету и поэтому цены тоже разные ну короче вот видите у них есть стиралки здесь стоят них как правило стиралка и сушилка отдельно продаются то есть не как у нас два в одном вот и у них обычно вертикальная загрузка а здесь горизонтальная 6 какая-то здоровая вот такая вот техника вот такие у них плиты всегда здоровые вот эти вертикальная загрузка в основу всех машину всех сушек это специфика американского рынка приехали в аутлет купить немного шмоток сейчас перед поездкой ребята он так и черным помогать скрывать машину они забыли ключи в машине он серега сейчас открывает дверь как опытный взломщик на просто стекло ему разбиты все откроется скоро поедем встречать группу пока решили накатить приехали в винодельню калифорнийского винца попробуем вот так вот из группы туристов уже пришли сюда с антонио вайнере находится прямо в лос-анджелесе не очень далеко от аэропорта заценим вам покажем тоже смотри у них три бокала внутри пробника бесплатно я предлагаю взять нам разные и друг у друга попробовать вообще не пьешь но ты тогда пьешь да просто не глотай просто чуть попробуй на зубу и отдай на но в раз к ним попробовать что выбрать то что нам понравится мы не из-за того что мы как бы хотим нажраться просто ты вещь очень много пробовать можно только три вот тенды вот чувак наш запутался уже не знаю каждый по три по пять на на штук попробовал ну что такое он больше понравился мне понравился шардоне шардоне понравился неплохой но мне из них больше понравился да глубокий вкус молотоненов вот учитесь виноделы крыма как надо делать открыли магазин поставили прилавок стой куда настроение создают деньги зарабатывать сделать но не сделайте хотя бы не бесплатную дегустацию мы сделать там 150 рублей за пять бокалов дегустацию и у вас все будут покупать на пробуются там накупят сейчас мы тоже купим два ящика да наташ что ты ящика будешь брать два вот и саша было что четыре ящика купили он чё чувствуешь как час поведешь то машина машина поведут да не боишься за права новые восстанавливаем москве они вышли за четыре туриста еще в машине и пристегнуться я поняла вот так вот и ездим полный беспредел только что были в прокатной конторе трифты там неудачно было взять машину остались развести на страховку что увеличила стоимость машина в два раза приехали в мою любимую алама сейчас возьмем тачку здесь часто будет быстро 5 минут и все у нас готово давай вот оформляем буквально вообще три минуты убиваешь номер бронирования карт вставлять вторую машину берем на александра ну что он будет водить вот соответственно он типа как арендатор обычно я выступаю арендатором но чаще всего задают много ненужных вопросов типа зачем вам две-три машины вы только что брали зачем им еще одна поэтому арендатор александр все окей и стоимостью там я видел 559 597 сейчас будет да не но там всеми налогами с всякими сборами на со всякими там туристические сборы аэропортовый сбор и так далее вот кстати ребята тоже имейте ввиду вот цены здесь да нет это он у нас есть бронирование вот джип рав 4 да он предлагает улучшить машину взять типа там santa fe за 50 долларов в день дополнительно это пипец очень дорого либо минивэн взять за дополнительные 50 долларов в день либо там мустанг за 35 долларов в день мустанг получает самый дешевый хотя и куда но если изначально бронируешь вот эту мустангу на дороже у тебя будет нет дешевле чем вот так вот и сколько не знаю сколько она может баксов но от этой цены может быть баксов 300 дешевле но это сейчас просто на самом деле бывает по-разному они бывают и бесплатно могут апгрейдить если них с них допустим этой машины нету анти бесплатно дадут следующий класс допустим санта-фе вот мы значит пришли на стоянку здесь по классам стоят машины мы идем с юви это внедорожники сейчас мы будем брать наш внедорожник выберем какой-нибудь интересный вчера мы здесь выбирали микроавтобус вот их лишь стоит ряд ты можешь по всем пройтись и посмотреть какой тебе больше нравится и выбрать тот который понравился на том и поехал тебе нравится вот такой смотри да да вообще новая а под этим багажник а хоть по мощности за мной ехать будешь давай втроем сядем да посмотрим век садись векса есть минус темный цвет на носа если запрос проверить еще дальше еще дальше есть втроем будем ездить так что вообще даже я вон спокойно рука помещается да то есть вон девушки походу новые да попробуй заведи соколь на пробег нравится наташ такой мадрикой классный фарон так есть он наша группа прилетела наверно же а у нас же джип у нас не минивэн да да у нас категория джип поможем еще и маленький да нету че он маленький но открой снизу камера есть давай да нормально более чем мне кажется что да можно выбирать выбрать любой кой нравится да не очень неплохая не но просто на таком ника не ездили может взять какой-нибудь рав 4 на рав 4 можно здесь покататься в смысле в москве а чё мы то есть просто берем и поехали да все но чё да но там заняты какие-то я боюсь тут вот уже бригада вы все садись за руль арендатор это вперед приготовь сейчас права и карточку кредитную все сейчас просто отдаем бумажку он сканирует проверяет права что это ты или не ты а даже не проверил ему пофигу и все и мы выезжаем давайте направо меня завезем ребята прилетели с джо мы сейчас стоим вот так это выглядит я в принципе всех знаю всех видел сложности быть не должно обычно сложности бывают когда человеку встречаешь только по фотографии из паспорта это иногда бывает сложно так ну что на быка кто на быка да пойдешь пойдем на быка кататься чтобы проходиться на быке написать завещание так это завещание у тебя далеко иди 4 бакса стоит 400 человек до 400 человек а сколько минут или как там пока не упадешь пока не упадешь но это примерно 10 секунд а если например при этом удерживайте секунду приняты не удерживая я катался несколько раз но дольше 20 секунд это если он если ты девушка и он хочет посмотреть как ты там трясешь всеми причиндалами тогда может быть там секунд 20 покатаешься давай правая рука на седле левая на рука наверху вперед не падай наклоняйся назад а дальше я не знаю дальше за он что-то новое говорит мне он такого не говорил сань держится одной правой рукой только правой рукой держится левая наверх вот так вот и назад откидывайся вот так вот да давай сексуальнее давай ещё сексуальнее давай давай держись держись тряпка молодец молодец сильные руки все сегодня у нас денек был коротенький приехали заселились что-то изобразил вот здесь у нас соседи живут здесь мы да здесь сплю я весь андрей а это край будет пустая но просто бы ну давай покажи как ты умеешь будьте